Больше 11 тысяч жителей Кировской области имеют долг по алиментам. Общая сумма задолженности на сегодня составляет несколько миллионов рублей. Судебные приставы нашли новый подход к работе с такими должниками. Теперь вместе с ними в рейды выезжает уполномоченный по правам ребенка в Кировской области. В первый такой рейд вместе со специалистами выехала Екатерина Зубарева. Мы сейчас возьмем объяснение с вас по поводу платит Клобуков Роман Вячеславович вам алименты или нет. Хорошо? Судебные приставы и главный в области защитник прав детей Владимир Шабардин, прежде чем отправиться к самому должнику, приехали к его бывшей супруге. Людмила Клобукова взыскатель по алиментам. Одна воспитывает пятилетнего сына. Деньги на содержание ребенка его отец перестал перечислять два года назад. Сейчас сумма его долга составляет больше 100 тысяч рублей. Эти деньги Людмила планировала потратить на дополнительное образование сына. Думаю, да, справлюсь ли я туда отдать ребенка, туда, туда. Да, конечно, я записать записала, но, конечно, у меня такая проблема, что справлюсь ли я сама финансово. С заявлением от Людмилы судебные приставы отправились к ее бывшему мужу. На этот раз повезло, застали его дома. Сумма задолженности по алиментам Романа Клобукова ничуть не удивила. На этот счет у него всегда есть аргументы и обещания. То есть я вот с этого месяца, как вы мне и сказали, как только получу, вот то есть я сужу, что может мне завтра дадут даже, не знаю какую сумму только, с нее 25% на счет, на их бывшие супруги буду переведить. Таких должников, как Роман, сегодня в одном только Октябрьском районе больше тысячи. По словам судебных приставов, предупреждения о привлечениях к уголовной ответственности никаких результатов не дают. На работу должники по алиментам устраиваться не спешат, злоупотребляют алкоголем. Чтобы воздействовать на таких нерадивых родителей, в нашем городе ввели новый формат работы с ними. Теперь вместе с судебными приставами в рейды будет выезжать защитник прав детей. Мы стараемся взаимодействовать, чтобы на примере выездов, ну то есть невозможно ситуацию смотреть, отслеживать только со стороны, не принимая в ней участия, не выехав на место. То есть только после этого можно говорить о том, как нам работать более эффективно. А еще миссия Владимира Шабардина в совместных рейдах с судебными приставами разъясняет должникам, насколько важно заботиться о детях. И напоминать, что задолженность по выплате алиментов может обернуться и лишением свободы на один год. Екатерина Зубарева, Александр Брызгалов, Бюро новостей Давича.